Пожалуй, нет ни одного кургазинца, которому не был бы известен человек, чей 80-летний юбилей торжественно отмечали в стенах администрации района в минувшую пятницу. Раэль Абдулович Адрашитов. Долгие годы был бессменным председателем исполкома, а затем главой кургазинского района. Виновника торжества пришли поздравить люди, с которыми он работал долгие годы, его друзья и близкие. Много добрых слов и искренних поздравлений было сказано в его адрес. Ваша судьба неразрывно связана с кургазинским районом. Здесь началась ваша трудовая биография. Были реализованы профессиональные и личные качества. Здесь вы обрели друзей и единомышленников. Трудовой путь, пройденный вами, достоин глубокого уважения и признательности. Вся ваша жизнь, государственная и общественная деятельность – яркий пример добросовестного служения родному району, народу, свидетельство верности, преданности своему долгу и делу. В годы вашего управления в советское время, в годы перестройки и после распада СССР произошли значительные позитивные перемены во всех сферах жизнедеятельности нашего района. Благоустраивались населенные пункты, строились дороги, объекты социально-культурного назначения, улучшилось благополучие тружеников села. Ответственные, взвешенные отношения к решению насущенных вопросов, высокая работоспособность, принципиальность, компетентность, активность жизненной позиции – все эти качества позволили вам завоевать заслуженный авторитет и уважение среди населения нашего района. Говоря о заслугах своего предшественника, Ахат Евдатович отметил, что свою трудовую деятельность в качестве председателя исполкома от Раднинского сельсовета он начал под чутким руководством Раэля Абдуловича. В своей поздравительной речи Ахат Евдатович напомнил собравшимся о вехах руководства Абдрашитова и о том, какие весомые социальные и промышленные объекты были открыты в бытности его правления района. Кстати, и историческое название «Куюргазинский» району вернули благодаря настоятельным просьбам Раэля Абдуловича. В этот праздничный вечер собравшиеся смогли услышать воспоминания людей, с которыми начинал свой нелегкий жизненный путь Раэля Абдрашитов. Уважаемый Раэль Абдулович, мне довелось более тесно с вами работать. Сначала, конечно, я работал директором школы, вы директором совхоза Таймасского. Вот здесь молодые люди сидят, они думают, что и телефоны были, и дороги были, и телевидение было, все было. Да ничего не было в то время. Мы в феврале, чтобы попасть на партийное собрание в Таймасово, так как мы стояли все в одной организации, мы ехали на ежепу санному тракторному следу. Ну и сам Раэль Абдулович неоднократно добирался в город Кумертау со стороны Кончуры, видимо, тоже на тракторе и санях. Так что дорог практически не было, автобусного сообщения не было. Теплые слова Раэля Абдуловича говорили его близкие люди, для которых он был любящим мужем и заботливым отцом. На торжественном вечере присутствовали супруга-юбиляра Фаузия Сибагатовна, с которой они бок о бок прожили почти 60 лет, и дочь Римма Раэльевна. Жизнь прожить – не поле перейти, говорят в народе, а достойно прожить жизнь, чтобы тебя вспоминали и славили через годы и десятилетия, и того сложнее. Раэлю Абдуловичу это удалось. Его жизнь была и остается яркой, насыщенной событиями и встречами с интересными людьми. Он до сих пор молод душой и полон сил. А если скажут мне года, увы, твоя звезда погасла, поднимет детская рука, мои года, мое богатство. Елена Камалова, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».